Я уже говорил, что еще не назрела революционная ситуация, о которой писал Ленин в апрельских тезисах. Но к этому все идет. Это ужасная совершенно тенденция. И правительство, и Путин живут в каких-то шорохах, по-моему, уже. И я с удовольствием повторю то, что я сказал еще на одном канале. Я был бы счастлив, чтобы это был последний срок Путина. Последний. А теперь, я считаю, я говорил о том, что у нас слабое правительство. Я не удивлен был, что опять премьер-министром стал Медведев. Ну, потому что, предполагаю, зачем это нужно Путину. Но правительство должно смениться. Оно вообще в полном составе должно уйти в отставку. Пусть не сейчас. Мы потерпим 4 года. Но лично я потерплю. А вот дальше придется делать выбор, присоединяться к оппозиции или не присоединяться. Я думаю, что таким образом мыслью не я один в стране. Потому что... Ну, уже невозможно на это смотреть. Невозможно смотреть на этих миллиардеров в погонах. Невозможно смотреть на этих, блин, футболистов, которые калечат людей. Это уже невозможно просто. Это... Это кошмар какой-то. И ваши папа и мама. А я, наверное, ровесник ваших, папа и мама. Знаете, скажут, В 91-м году они не были, конечно, на баррикадах. Но мы не за это голосовали. И мы не этого хотели, чтобы так с нами произошло, так произошло с нашей страной. И мы катимся, и катимся, и катимся. И уже невозможно никому ничего доказать о том, как у нас все хорошо. И добила нас всех пенсионная реформа. Это ужас просто, да, когда нам наш премьер-министр говорит, мы добавляем к пенсии 12 тысяч рублей. И потом говорит совершенно какую-то кощунственную, какую-то, блин, ужасную фразу. В год. Ну, это что? Мы увеличиваем на пенсионный возраст. Да люди по всей стране ждут этой пенсии, как манны небесной. Почему? Да потому что ее не украдут, ее платят. Ее не отнимут. А теперь погроб жизни, работы и так далее, и так далее. Ужас! Кошмар! При советской власти этого не было. Расстреляли бы к чертовой матери. Поставили бы к стенке. Невзирая ни на какие заслуги. К стенке поставили бы. Что сейчас-то происходит? Ужас! Давайте поедем дальше. Просто я начинаю дрожать от ярости просто, понимаете? А как вы думаете, когда подойдет срок следующих выборов, через 6 лет, как будет развиваться ситуация? В России как угодно может развиваться ситуация. Я думаю, Путин тоже прекрасно понимает, что ситуация может развиться в вооруженную борьбу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...